Вновь в центре внимания планируемая застройка территории бывшего АКФ. И в этой связи сразу много нюансов вспоминается. Например, негативное высказывание в отношении этих планов самого Радия Хабирова. Еще в декабре 2020 года на пресс-конференции он высказался, что вот это все плохо, как минимум, строить эти самые высотки. Была взята пауза, вроде как вопрос был решен, но выясняется, что на абсолютно законных основаниях застройщик документы все получил. И совершенно спокойно начал продажу на нулевом цикле. Мэрия в итоге говорит, что мы будем в суд подавать в арбитраж и отзовем свои же, по сути, разрешительные документы. А публика за этим наблюдает и недоумевает. Я не встречал еще ни одного, кто бы сказал, о, круто, прекрасная идея, замечательный проект, я куплю квартиру. Хотя найдутся, понятно, такие люди. Конечно, найдутся. Насчет недоумеваю. Да, мы все-таки выходим в эфир в Ютьюбе, да, тут надо было что-то пожестче какое-то слово применять. Но пока воздержимся, ладно. Значит, да, история вот с этим клочком земли, а на самом деле это клочок земли. То есть он буквально шагами можно его измерить, то есть там вот квадратик, как вот три садовых участка там, я не знаю, ну прям очень маленький участок. В центре Уфы, значит, рядом с госцирком, вот где стояло это замечательное кафе, история, это, конечно, совершенно феноменально. Вы правильно, значит, откатились на, там, два года назад, Хабиров гневно заявлял, что там, как бы, это неправильно. Ну, разве что не сказал, что кишки порвете, но был близок к этому, да, то есть он обычно обещает, что кто-то там кишки порвет, но в этот раз не было. Но, да, потом, значит, мэрия Грекова категорическим образом все, значит, это дело запретила и не разрешила, то есть документов не было. Клочок земли стоял огороженный железным забором благополучно. Там лежал мусор, и вот там, значит, там какая-то железная стояла вышка, и все, в общем-то, стояло так. Тут тихонько приходят эти КВНщики из Нефтекамска, ну, как я называю нынешнюю мэрию Уфы. Вот давайте посмотрим документы, кто подписал разрешительные документы, с кем они сейчас судятся, сами с собой будут, что ли? Как говорит незабвенный Борис Борисович, по последним данным разведки мы воевали сами с собой, да? То есть, кто подписал разрешительные документы, у нас существует хоть какая-нибудь преемственность власти в городе, то есть, вот предыдущая мэрия, она хоть сколько-нибудь должна учитываться нынешней командой, или у нас как это Гуляйполе, да, кто захватил власть, тот и теперь порядка устанавливает, а все, что делалось раньше, все считается неправильным. Но не так ведь? Ну, должно быть. Вот эти вот юмористы из Нефтекамска, которые прибыли к нам управлять городом Уфой, они, боюсь, что просто в принципе не понимают, о чем идет речь. То есть, они думают, что вот вытащили вот этот счастливый билет, держат бога за бороду и делают все, что хотят, и, соответственно, вот нам выдают такую штуку. Значит, я разговаривал с чиновниками, которые в курсе вот этой ситуации по разрешительной системе, значит, относительно этого объекта. Да, у застройщика сейчас, который там вышел на эти работы, все документы оформлены. Вопрос только, кто ему оформил эти документы и на каких основаниях. Мне очень понравилась передача одного из башкирских каналов, где показывали, значит, рекламную передачу вот этого застройщика, что они там строят дом, что это очень хорошо и правильно, что это великое благо, это очень красивые две каменные коробки, значит, вознесутся над парком. И там промелькнула такая история, что вот этот вот там юноша какой-то в кассочке, он, значит, рассказывал, как все это здорово и хорошо, и он рассказал, да вокруг столько много детских садов, школ, прекрасно. Покупайте квартиры в этих домах, будете жить как сыр в масле, мы вам 200 парковочных мест тут организовываем, а всего там 880 квартир. Вот теперь давайте рассуждать логически. Центр города, значит, прекрасное местоположение, действительно, парк, проспект Октября, госцирк, мэрия, напротив, значит, кинотеатр Искры, ну, все замечательно. Квартиры точно не для бедных, знаете, ну, вообще точно не для, это не социальное жилье. Конечно. 880 семей с хорошим достатком заселяются в эти квартиры. У них сколько автомобилей на квартиру? На каждого взрослого члена семьи. Ну, давайте будем считать, что полторы машины, да, то есть у кого-то две, у кого-то три, у кого-то одна, да, то есть у кого-то там, вреза редким исключением, кто-то принципиально ездит на электросамокате, да. Значит, 880 квартир, 1000-1200 автомобилей, 200 парковочных мест. Нормально. Нормально. 880 семей. Сколько там детей? Пускай 880. Пускай по одному, да. Ну, а то и больше. Конечно. Люди обеспеченные у нас сейчас рожают больше, чем один ребенок. Куда эти дети пойдут? Вот этот мальчик в каске рассказывал, что вокруг полно детских садов и школ. А они что, пустуют эти детские сады и школы? Вот вокруг, вот это там по Зорге, там по проспекту и так далее. То есть там вы загляните в эти школы, посмотрите, какая там наполненность этим всем. Вот эти вопросы, на эти вопросы ответит мэрия? Или они просто подмахнули бумажку, подмигнули друг другу три раза зеленым цветом, значит, и договорились там о том, о чем они договорились, да. Я не знаю, как спрашивать с них вообще. Кто-нибудь найдется, кто спросит вот с этой вот КВНской компанией, которая у нас сидит в мэрии, значит, вот этого клуба КВН веселых и находчивых, они нам ответят на этот вопрос и нам, жителям Уфы? Я не знаю. Как вы считаете, каковы шансы на данном этапе общественности, все-таки буду считать, что именно общественность в данном случае кровно заинтересована в том, чтобы эту историю закончить. Каковы шансы ее закончить, в смысле прекратить это самое строительство, не начавшись? Ну, к общественности, которая как бы неравнодушна к этой ситуации, надо относить исключительно окрестных жителей, потому что, ну, у нас так устроено, что социум наш разобщен, это мы с вами тут сидим, возмущаемся и хлопаем крыльями, а на самом деле абсолютному большинству жителей города глубоко наплевать на эту историю, значит, в Кузнецовском затоне свои проблемы, значит, в другом затоне свои проблемы, в Энорсе школу не могут построить, то есть им не до этих высоток. Но местным жителям, вокруг проживающим, это конец улицы Зорге, это, собственно, все прилегающее пространство проспекта, и всем, кому небезразличен парк, который, по словам застройщика, за счет строительства двух высоток станет еще лучше. То есть они так трактуют ситуацию, что там вот парк, он сейчас хороший, а когда мы построим там два гигантских дома, то он станет еще лучше почему-то. Так вот, все, кто небезразличен к этой ситуации в том районе, должны каким-то образом объединяться и решать, что делать с этим объектом. То есть есть положительные примеры. Вот на Зорге, в районе Дворца Спорта, через дорогу от него, там была попытка построить некий торговый центр на месте сквера, который сейчас там находится. Жители не допустили этого. То же самое происходит там вот по поводу строительства неких объектов с Алиховым. Ну, пока еще идет борьба, но тоже есть уже проблемы и подвижки в этом смысле. То есть если люди будут молчать и наблюдать за этим, то они получат эти две высотки, потому что, повторюсь, документы на руках, строить можно. Все. Значит, получат эти две высотки, получат там транспортный коллапс, получат коллапс в соседних школах и детских садах и прочее, прочее. То есть тут вопрос такой, если ничего не делать, то случится то, что случится. Когда это все мы обсуждаем, я представляю себе позицию застройщика, но как-то его понять могу. А вот когда я вспоминаю в связи с этой историей каких-то других действующих лиц, которые вроде как напрямую с этого не зарабатывают, я не могу никак понять вообще, насколько можно, я не знаю, относиться равнодушно к собственному городу, или даже не любить его, или даже ненавидеть, видимо, чтобы вот эти вещи допускать и даже приветствовать. Почему так у нас происходит? Что не так в Датском королевстве? Ну, здесь можно рассматривать такую версию о том, что вот приход к руководству города людей абсолютно посторонних для этого города, то есть в массе своей, то есть вся команда Мавлиева, это люди, которые, ну, еще до сих пор улицы-то не выучили, на которых они живут. Ну, может быть, это причина. То есть это не родной город для них. То есть это точно не родной город, и задачи, и инстинктивного позыва для того, чтобы делать для него хорошо или хотя бы не делать плохо, у них точно нет. Ну, это такая немножко как бы эмоциональная версия. Второе, ну, полное отсутствие квалификации. Понимаете, у нас строительной сферой в городе руководит там барышня, которая занималась пирожками, торговлей российскими автомобилями в маленьком-маленьком захолостном городке, значит, на окраине республики. А теперь она руководит строительной сферой миллионного города. Откуда квалификация? Ну, в мэрии-то отрицают все-таки, что она руководит, собственно, на строительной сферой. Да-да-да. Ну, то есть они вообще все отрицают. Но я к тому, что в целом квалификация этой мэрии, она настолько низка и настолько, ну, сомнительна, что предположить о том, что они могут эффективно управлять сложной системой, сложной и на самом деле очень проблемной системой под названием город Уфа. То есть мы исторически получили много запутанных клубков, много очень сложных проблем, с которыми нужно взаимодействовать, которые нужно решать и которые на самом деле понятны только тем, кто, ну, глубоко в это погружен. Понимаете, а если мы неделями празднуем день рождения мэра и распеваем песни во его славу, выстроившиеся вдоль здания администрации, у нас не хватает времени на то, чтобы вникать в проблемы города. То есть, к сожалению, это так у нас работает.